Спасибо всем, кто посмотрел первую часть обзора. Добро пожаловать во вторую часть. Вот пластыри, заявляет Оксана. А там, посмотри, Юра, мужское отдел. Вот как понять эту женщину, вообще не знаю. И заявляет Оксана, Юра хочет купить себе национальную китайскую рубашку. Да, спасибо, Оксана, за пояснение. Я думаю, что Юре было крайне неприятно слышать то, что говорит Оксана о нём, как она о нём отзывается и для чего надо озвучивать вот это вот всё. Ну, хочет купить эту рубашку, пойдёт и купит без тебя. Но нет, видите, Оксане обязательно надо сказать, посмотрите, что Юра хочет, посмотрите, что Юра делает. Юра то, Юра это, но для чего? И, кстати говоря, Оксана пальцем своим, по-моему, средним пальцем левой руки, она указывала на тот или иной товар. У неё на этом пальце какие-то кольца, перстни были надеты. И вот она прям показывала этим пальцем, на чай, на указывала, на какие-то бальзамчики, на что-то вроде того, да. Вот посмотрите это, посмотрите это. Думаю, если Лена как-то вот рукой указывает, да, мы видим в кадре руку Лены, когда она кто-то хочет нам показать. Что вдали находится. То здесь, что вблизи находится, мы прям вот пальчик видим, перст указующий Оксаны, да, мы видим. Подражает Лене изо всех сил Оксана. Ну и, кстати говоря, когда Юра всё-таки нашёл мужской отдел, где он надеялся найти эту самую китайскую рубашку, он попросил Оксану помочь подобрать ему что-то. По-моему, это нормально, да. Да, они не муж с женой официально зарегистрированные, но, тем не менее, живут вместе. Помоги ты своему почти супругу подобрать какую-то рубашку. Но Оксана говорит, не, мне не очень интересно тут ходить, представляете? Хочешь, иди подбирай себе сам. Вот как вообще можно так поступить с человеком, у которого ты живёшь в квартире, и с которым у тебя уже отношения на протяжении многих лет? Я не знаю, честное слово. Оксана прям выслуживалась перед Леной, и тем самым она просто обливала грязью и втаптывала грязь и Юру. Нашла Оксана что-то вроде афиши. Какой день в этом торговом комплексе какое мероприятие будет проходить? Ну и читает. Болибуд. Маркет «Любимая Индия». Думаю, может быть, Болливуд? Но нет, Болибуд. И когда Оксана поближе камеру поднесла, и мы имели возможность прочитать это слово, я специально иногда обратила внимание. Думаю, может быть, я не права. Нет, я была права. Болливуд написано. Ну что такое Болливуд? Видимо, Оксане неведомо. Ну или Оксана буквы какие-то не знает. И поэтому прочитала Болибуд. Юра, ты куда пошёл? Юра говорит, посмотри, все люди идут туда. Там какой-то маркет открылся. Это же светофор. Ты что, Юра, мол, не видишь? Тут же написано, светофор. Как-то так. Но можно было то же самое сказать, но иначе. Используя другие слова, другой тон. Но нет, Оксана прям там была на коне. Ужас какой-то. Гуляют они дальше по этому центру торговому. И Оксана заявляет, в одежде никого нет. Думаю, это как? Простите, там все без одежды ходят? Что значит, в одежде никого нет? Потом Оксана добавила, в сувенирах и в продуктах есть. А, Оксана, так ты имеешь в виду отделы или магазинчики, да? В магазинах одежды никого нет. В сувенирном магазине или в продуктах есть люди. Может быть, это ты имела в виду? Ой, Оксана, как скажет что-то. Нашли они фрукты сушеные. И вот Оксана говорит, вот тут есть джетфрут. Думаю, может быть, джекфрут? Думаю, может, снова я что-то не так знаю. Но нет, Оксана поднесла камеру поближе к ценнику. Я там прочитала джекфрут. Всё по-честному. Но нет, у Оксаны джетфрут. Ужас. Юра, а ты финики с грецким орехом хочешь? Юра так протянул. Хочу. Ну, не знаю, купили они или не купили. Но Юра очень хотел эти самые финики с грецким орехом. Хотя, насколько я поняла, у них там бюджет разный. Поэтому, если Юра прям сильно хотел эти самые финики с грецким орехом, он их сам себе и купил. Какие-то конфетки увидели. Оксана говорит, вот, ванюхи возьму. На что абсолютно резонно Юра отвечает, у ванюхи мама есть. И тут, вы знаете, я с Юрой согласна даже не на 100%, а на 1000%. У ванюхи мама есть. Вот пусть мама ему и покупает. Но нет. Оксана говорит, у ванюхи ещё и тётя есть. Замечательно, так думаю. Игра в одни ворота. Ну, разве так можно? Помнится, мне Лена прям вот говорила Оксане, что купить ваню надо. Да. Говорит, я не могу себе это позволить. Оксана говорит, я могу, я могу. Я куплю ванечки. Думаю, вот так. Посмотрим, что будет, конечно, дальше. Но мне кажется, что Ваня, когда вырастет, он вряд ли отблагодарит тётю той самой монетой. Вряд ли какое-то внимание он ей уделит. Он всё будет ждать, что все ему должны что-то дать. А он никому и ничего. Достойный сын своей матери. Ну, и, наконец-то, они пошли поесть. На втором этаже там какая-то фуд-зона, фуд-корт. И вот они туда поднялись, наконец-то. Это же, я так понимаю, было вообще главным делом их посещения этого самого торгового центра. Сели за столик, и Оксана, находясь рядом с Юрой, говорит о нём в третьем лице. Представляете? Лена, ты знаешь, чем он загнал за мажай сегодня продавца? Юра сидит рядом, хоть бы он и замечание какое-то сделал. Нет, Юра сидит молча. Лена, ты представляешь, он искал себе китайскую рубашку. Да, нашёл? Нет, не нашёл. Ой, кошмар какой-то. И Юра всё это проглотил, да. Вообще, в принципе, некрасиво говорить о человеке в третьем лице, когда он находится рядом с вами. Это крайне некрасиво. Но, видимо, о том, что красиво или некрасиво, сёстрам неведомо. Никакого воспитания вообще нет. Полное отсутствие воспитания у обеих сестёр. Сидят, думают, что им заказать. Что-то там яичное думали сначала заказать. Но потом выяснилось, что яйца каждый день и не дома едят Юра и Оксана. Думаю, бедный тот Юра. Каждый день те яйца. Прямо как в том фильме. Утром яичница, днём яичница, вечером яичница, ночью омлет. Если на самом деле они каждый день едят яйца, то надо подумать хотя бы о печени. Действительно, надо подберечь своё здоровье. Нельзя так часто есть яйца. Принесли какие-то напитки. И, заявляет Оксана и Юре, чисто манго принесли. Хотя, в принципе, я заказывала манго, а Юра заказывала манго маракуйю. И надо сранить по вкусу. Сранить надо по вкусу, как заявила Оксана. Во-первых, такое странное выражение, да, сравнить по вкусу. Но, как уже сказала, так сказала. Сранить. Думаю, ну, сранивай, Оксана, по вкусу. Шек это был, а не шейк, оказывается. И вообще, когда Оксана сравнивала по вкусу, так сказать, она мычала. Это надо было слышать. Она прям попробовала у Юры этот самый напиток, тот самый шек, так называемый, да. Свой шейк она тоже попробовала и мычала, но я не знаю вообще. Для чего она это делает? Что Лена мычит? Что Оксана? Я говорю, сёстры стоят друг друга. Кровь не водится. Фрэш с манго, которым нас угощали в Тае, заявила Оксана, был ненастоящим. С манго, не из манго, а с. Такое ощущение, что им какой-то там фрэш отдельно предложили. И ещё манго рядом, да, сам фрукт был рядом. Но нет, видимо, Оксана имела в виду фрэш из манго. Но, как всегда, Оксана странно выражается. И вот Юра выпил весь этот свой шейк очень быстро. Оксана что делает? Смотрите, Юра очень пить хотел, всё выпил. Для чего она акцентирует на этом внимание? Потом говорит, ну да, тут жарко, я тоже очень хочу пить. И взяла, выпила свой этот шейк. Для чего надо было так вот акцентировать внимание? Для чего она его ставит в неловкое положение? Я не понимаю. Наконец-то принесли им их заказ. И Оксана говорит, посмотрите, вот тут только рис в этой батье. И только вот наверху два-три кусочка морских гадов, будем так говорить, да. Копчёный угр. Я думаю, кто Оксана? Угр? Ну да, в принципе, неудивительно. У тебя и серги есть, не только угр. Оксана, Оксана. Она не обучаемая, вот сто процентов. Поели, наконец-то. И Оксана вопрошает, Юра, а тебе понравился наш обед? Ну, Юра абсолютно резонно отвечает. Говорит, я такие блюда ем впервые. Поэтому не могу сказать, что прям лучше или хуже, чем где-либо. Она обыкновенно говорит обед. Но Оксана идёт дальше. Но оно не вызывает восторга, да, как в Таиланде. В Таиланде всё вкусно. Ну, какие проблемы? Поезжай снова в этот Таиланд. Да живи ты в том Таиланде. Там же всё лучше, чем в России. Чем на твоей родине. Но потом Оксана пошла ещё дальше. Говорит, суп тут непонятный. Рис какой-то тоже какой-то странный. В общем, всё не так. Оксана не может угомониться. Юра, ты ожидал больше его увидеть сегодня, да? Лена, но мы же тут уже были. Мол, что он ожидал тут ещё увидеть? И Лена тоже говорит о Юре в третьем лице 11 числа. Снова показывают сёстры всю свою невоспитанность. Но Юра, надо отдать ему должность, абсолютно спокойно отвечает. Я ожидал всё-таки большего ассортимента. Потому как, я так понимаю, Юра так не нашёл свою красную рубашку. Лена, а чё тебе ещё больше-то? Вот таким вот тоном. Чё тебе? Ужас какой-то. Как будто бы на улице она воспитывалась. Ну, Юра говорит, ну много магазинов, а товары все одинаковые. Поэтому ничего, мол, и не нашёл. Но Оксана говорит, ну ничего, Юра. Вот в Пекин за рубашкой надо полететь. И в Пекине ты точно найдёшь свою рубашку. Да, я не удивлюсь, если действительно они совсем скоро полетят в Пекин за рубашкой. Точно, как в фильме. Миссис Айрис едет в Париж. Только-то за платьем ехала, да? А Юра и Оксана в Пекин за рубашкой полетят. И в итоге принесли им счёт по тысяче. Ну, плюс-минус, там чуть менее тысяча. Получалось с каждого за ужин. То есть, да, действительно, бюджет у них раздельный. Нет, чтобы сказать, три тысячи весь ужин. Тысяча лена платит, да, тысяча лена. А мы две тысячи. Как-то так. Так, если бы действительно у них был бы общий семейный бюджет у Юры и Оксаны. Но так как у них разный семейный бюджет, поэтому каждый посчитал свою сумму отдельно. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Новый день. Кстати говоря, этот влог у Оксаны длился 50 минут. И надо мне отдать должное. Я осмотрела этот влог от начала и до конца. И потом Оксана ещё будет говорить, что обзорщики плохие. Да нет, они вам повышают CTR, удержание, ну и прочие параметры, по которым Ютуб потом думает, как ему ранжировать это самое видео. Хорошо или плохо, или вообще не ранжировать никак. Так что и Лена, и Оксана должны быть благодарны обзорщикам. Ну, а на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Продолжение следует...